Здравствуйте! На 12-м канале выпуск новостей. В студии Денис Жарков в этом выпуске. Так и не понял, откуда ветер дует. Министр природных ресурсов Александр Винокуров стал первым кандидатом на вылет. Причина так и не установленный виновник выбросов Этилмер Каптана. Дворы проинспектировал, дерево посадил. Сейчас посадили несколько кленов. Тоже уже становится душе приятно. Новый глава региона Александр Бурков вышел на общегородской субботник. Большой казачий круг. Амичаги Надя Привалова переизбрали атаманом сибирского казачьего войска. Голосование виртуальное, депутаты реальные. Политологи-эксперты со всей страны обсудили настоящее и будущее выборов. Глава регионального Минприроды и экологии может лишиться должности. Работа Александра Винокурова сегодня жестко раскритиковал новый руководитель региона Александр Бурков. Он провел совещание с представителями соответствующих ведомств по вопросам экологической обстановки в регионе. Недовольство Александра Буркова вызвало то, что за полгода министерство так и не смогло найти виновника выбросов Этилмир Каптана, хотя в один из дней его концентрация в воздухе была превышена в 400 раз. На основе данных был составлен список подозреваемых. Это около 50 промышленных предприятий. Поисками виновных занимались Росприрод и Роспотребнадзор, региональный МЧС, ОМВД и Следственный комитет. Однако проверки так и не обнаружили источник отравляющего вещества. Проблема, по мнению Александра Буркова, в том, что все ведомства действовали сами по себе, в то время как Министерство природы и экологии было обязано скоординировать их действия и объединить усилия, чего сделано не было, поэтому работа каждого и не принесла ожидаемого эффекта. Вы шесть месяцев не могли учесть мнения, которые сейчас здраво прозвучали. От Роспотребнадзора, от Росприроднадзора. Организационные моменты. Вам сегодня надзирающий орган областная прокуратура говорит, координации не было. Выбросы были, угрозы жизни, возможно, были. Да, есть определенный круг виновников этой причины, причины выброса. А действий не было с вашей стороны. Я сегодня вашу работу оцениваю как неудовлетворительно. Более того, аппарату губернатора и правительства я даю поручение создать комиссию, провести служебное расследование по факту непринятия мер по выявлению виновников по выбросам этилмеркоптанов со стороны министра природных ресурсов. На совещании отметили, сейчас претензий нет к предприятиям теплоэнергетического комплекса. В последние годы там идет активная модернизация. Так, реконструкция котельных установок на ТГК-11 вообще привела к снижению выбросов на 30%. Так что виновных будут искать среди предприятий нефтегазовой промышленности, поскольку именно они используют этилмеркоптан. Выявить источник Александр Винокуров предложил с помощью мобильного газоанализатора, который, правда, еще нужно купить за 10 миллионов рублей. Но инициативу одобрения губернатора не получила, так как в регионе уже работает 10 стационарных постов. Они регулярно мониторят состояние воздуха по 25 показателям. Так что проблема, похоже, совсем в другом. Это или халатность, или какая-то была личная заинтересованность, или какие-то коммерческие интересы. По итогам этого будем принимать решение. Или прощаться с министром, если не будет создано конкретных, предложено конкретных мер комплексных по предотвращению дальнейших выбросов. Возмутила Александра Буркова и ситуация с лесным фондом Омской области. Сегодня в Тарском районе вовсю ородуют черные лесорубы. Так, по данным общественных организаций, вместо разрешенных 250 тысяч кубометров деревьев по факту вырубается миллион. А это уже представляет серьезную угрозу экологии региона. Спасибо общественным организациям, спасибо Объединенному народному фронту, которые подняли эту тему. И мы тоже видим, что министерство не готово предоставить комплексную программу. Основная проблема в том, что ряд чиновников не слышат народа. Они не реагируют на сигналы журналистов, они не реагируют на сигналы общественников. Отсюда эти беды. Если бы они заранее это слышали и создавали условия, не просто наказать, выявить виновника, а предотвратить. Надо просто поменять философию, думать о завтрашнем дне, а не о сегодняшнем. У нас жизнь станет намного легче и воздух чище. 90 тысяч амичей вышли в минувшие выходные на осенний общегородской субботник. Причем потрудились, как говорится, ударно. За один день с улиц, парков и дворов убрали 11,5 тысяч кубометров мусора и высадили больше двух тысяч деревьев и кустарников. На уборку вместе с амичами вышел и глава региона Александр Бурков. Это стало его первым неофициальным мероприятием. Причем Александр Бурков еще до субботника. Неожиданно для всех он свернул с маршрута и заехал в ближайший двор, чтобы посмотреть, навели ли порядок на окраинах и тут же обнаружил кучи мусора. Насколько оперативно решился вопрос, и как новый глава региона пообещал разобраться и с теми, кто загрязняет воздух, знаете ли на Смирнова. В это субботнее утро жители улицы Затонской могли ждать с проверкой кого угодно. Коммунальщиков, дворников, энтузиастов, устроивших субботник, но вряд ли нового главу региона. Но Александр Бурков решил свернуть с намеченного маршрута в ближайший двор и устроить своеобразную инспекцию. Здесь руководитель области обнаружил разбросанный повсюду мусор, в том числе вблизи детского сада, а вдоль дороги открытую теплотрассу, через которую впустую расходуется и тепло, и как результат деньги о мечей. На место глава региона попросил подъехать исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова. Поручения были даны конкретные. Найти собственников сетей, чтобы сделать теплоизоляцию, и уделить особое внимание уборке территории возле учреждения образования, поскольку подрастающее поколение должно привыкать к порядку с малых лет. Ответные меры руководитель города предпринял четко и оперативно, так что совместные действия получились слаженными. В итоге нарекания устранили максимально быстро. Теплотрассу утеплили, мусор вывезли в парк на субботник, и глава региона пришел в хорошем расположении духа. Для Александра Буркова это первое неофициальное мероприятие. Пока что кабинетная работа не оставляет времени даже для кратких экскурсий. Спортивный стадион, признается глава региона, и тот пока видел только из окна правительства. Успел побывать лишь на набережной. А вот традицию о мечей устраивать столь масштабную генеральную уборку назвал уникальной. Сама традиция о мечей проводить осенний субботник, она, скажем так, редкая. Во многих городах осенний субботник – это начало зимы и первый снег, который делает город чистым. А здесь, я считаю, абсолютно правильно подготовка ко входу в зиму. Уже очищаем город от веток, от мусора, чтобы не было весной еще большего загрязнения. Сначала с интересом вникал в нюансы озеленения по-омски. Кстати, в городе скоро появится собственный питомник. Сейчас вот в этом-то парке какие деревья хотите? Мы в этом парке вот сейчас хотим посадить елку, досаживаем, липа, клён астролистный, рябина. А почему такой микс хвойные и лиственные? То есть весь парк такой, да? Нет, он весь такой парк. Да, то есть смешанный здесь. Да, смешанный парк. Это нормальный у них симбиоз совместный. Мы даже делаем группы из них. А после и вовсе взял в руки лопату и посадил символичное свое первое дерево на омской земле. Сейчас вот посадили несколько клёнов. Тоже уже становится на душе приятно, как говорят в жизни, да? Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Ну, я считаю, что в Омске уже первый шаг сделан. Теперь воздух в парке будут очищать четыре десятка новых деревьев. Их высадили как раз вблизи современной спортивной площадки, ради которой старые крупномеры, в том числе и аварийные, пришлось спилить. Уже на днях новый стадион будет открыт для любителей спорта. Вход для многодетных семей, школьников и атлетов с особенностями здоровья свободный. Но прежде упражнения с лопатами и граблями. Атмосфера в парке не только рабочая, но и довольно радостная. Можно даже сказать праздничная. С самого раннего утра к уборке и к озеленению подключились, наверное, сотни местных жителей. Фронт работы им предстоит довольно-таки обширный, но и энтузиазм. А мячам, кажется, не занимать. Здравствуйте! Скажите, с каким настроением вы пришли сегодня на субботник? Почему решили присоединиться? Ну, настроение у всех бодрое, потому что это последний субботник. Хочется все-таки навести порядок уже в преддверии того, как выпадет снег. Это наш город, а город должен быть чистым. Вот. И если не мы, то кто? Ну, а для всех желающих отдохнуть, перекусить или немного согреться. Работает полевая кухня до самого конца субботника. Здесь всех желающих будут кормить, угощать и отпаивать горячим чаем. Здравствуйте! Здравствуйте! Чем угощаете? Мы угощаем сегодня людей гречкой и тушенкой. На всех желающих хватит? На всех желающих хватит. У нас 250 единиц одноразовой посуды, у нас 20 булок хлеба, у нас 20 банок тушенки и 20 килограмм гречки. Ну, а главной наградой всем тем, кто пожертвовал выходным ради общегородской уборки, станут чистые парки, скверы и улицы, по которым приятно гулять и совсем не хочется мусорить. Елена Смирнова, Павел Манджос, Вадим Насардинов, 12 канал. Оказалось, что после субботника новый глава региона продолжил знакомство с Омском. Он отправился на областную станцию Юнатов. Фотографии с Александром Бурковым появились в социальных сетях. А сегодня небольшая публикация, размещенная на сайте самого детского экологического центра. Причем для сотрудников станции это стало сюрпризом. В это время на территорию шел субботник. Для временной исполняющего обязанности губернатора директора учреждения провела полуторачасовую экскурсию, рассказала, чем здесь занимаются дети, показала теплицы и грядки, а также звероферму. Последний очень заинтересовал руководителя региона. Александр Бурков отметил, что на станции созданы достойные условия для экологического образования и воспитания юных омичей. Если дети с малого возраста привыкают относиться бережно к природе, то и во взрослом обществе они сохранят это отношение к окружающему миру. А это одно из условий, при которых город будет оставаться чистым. Александр Буркович разговаривал со всеми, кто встречался на пути, задавал вопросы. Ребятишки просили с ним сфотографироваться, и он с удовольствием фотографировался, и спрашивал, задавал вопросы. Дети у нас занимались подготовкой к зиме, занимались сортировкой моркови, и он им задавал вопросы. Это не было формально, это был живой интерес к тому, чем сегодня занимаются дети, и насколько мы взрослые, можем выдать им качественное образование. Командовать сибирскими казаками еще пять лет будет исполняющий обязанности начальника Главного управления региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. Его снова выбрали на общем собрании казаков Сибири и Урала. В Омске прошел большой отчетно-выборный круг, на который съехались 120 делегатов-выборщиков. Участники встречи подвели итоги работы за прошедшие пять лет и озвучили планы на будущее. Никита Смирнов продолжит. Большой круг собрал около тысячи гостей из всех регионов СВО. Повод важный – выборы нового атамана сибирского казачества, сердцем которого сегодня считается Омск. Исторический казачий круг был высшим органом самоуправления, который раз в несколько лет проводился на площади и путем голосования решал все накопившиеся проблемы от ведения войны до мелких бытовых вопросов. И для большинства собравшихся такие встречи – не дань традиции, а образ жизни. Казачество – это нравственный выбор. Казачество в истории было воинским сословием и на сегодняшний день остается им по-прежнему. Поэтому те, кто сегодня в казачестве, это люди, которые так или иначе относят себя к воинскому сословию и делают свой нравственный выбор в пользу русской православной церкви, духовности, нравственности, ну и, конечно, служения Отечеству. Сегодня только в Омске зарегистрировано 30 казачьих объединений. Причем четыре из них официально следят за порядком на городских улицах. В Сибирском федеральном округе именно наш регион первым, где некоторые функции сотрудников ГИБДД взяли на себя казаки. Они начали следить за дорожной ситуацией с помощью переносных видеокомплексов «Арена». В итоге количество нарушений снизилось вдвое. Сейчас опыт Омской области изучают в других регионах Сибирского федерального округа. Сегодня, когда правительство Омской области рассмотрело варианты возможной реализации вот в целом проекта АПК «Безопасный город», то в нем нашлось место и казачеству. И я скажу, что сегодня казачество отвечает за настройку, за установку арен, за установку скатов, новые системы, парконов. И, конечно же, не самоцель кого-то выловить. Сегодня не нарушай, и все будет хорошо. Единогласно атаманом переизбран Геннадий Привалов. Сибирское казачье войско он возглавляет с 2012 года. И именно ему предстоит решать проблемы общественного объединения в ближайшие пять лет. Никита Смирнов, Владислав Осинцев, 12 канал. Чем заманить избирателей на выборы, и когда россияне смогут голосовать, не выходя из дома? Ответы на эти вопросы искали известные политологи и консультанты, которые в минувшие выходные собрались в Омске на первый специализированный форум. Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Великого Новгорода и других городов обсуждали настоящее и будущее выборов. Так, например, многие считают, что меньше чем через 10 лет россияне будут выбирать президента, губернатора и депутатов через интернет. Какие еще темы обсуждались на форуме, знает Анастасия Галаева. Начался форум Дни политического консультанта в Сибири с обсуждения итогов электорального цикла. Напомню, в этом году в ряде регионов выбирали губернаторов, а также представителей муниципальных органов власти. В частности, собравшиеся анализировали итоги компании в городе Омске, где жители выбирали депутатов городского совета. Политологи отметили, что у нас здесь была неплохая явка. Практически она составила 22% и во многом обеспечили ее соответствующие специальные проекты, которые были реализованы в единый день голосования. Так, в частности, 12 канал совместно с порталом «Новый Омск» устраивал конкурс «Селфи» и раздавал ценные призы, в том числе и айфоны самой последней модели. И люди приходили на избирательные участки, отдавали свои голоса, в том числе там также раздавались пригласительные на концерт известного рэп-исполнителя «Элл Уана». В общем, совокупность всех этих факторов привела к тому, что люди все-таки были заинтересованы в выборном процессе. И сегодня такая задача стоит в целом на федеральном уровне. Людей, считают политологи, также необходимо информировать о том, какую власть они выбирают, что она будет делать, какие люди претендуют на те или иные должности. И в нынешних политических реалиях это очень важно. И вот почему. Есть электоральная такая апатия, которая на самом деле является, ну, конечно, не национальной угрозой, но является таким угрозой гражданскому обществу. И обсуждая вот эти кейсы, и благодаря форуму, который проходит в Омске, мы понимаем, какие есть точки здравые, какие есть в других регионах, в Сибири или в Центральной России. Говорили политологи сегодня и о новых технологиях, выборных процессах, в том числе о системе электронного голосования, которую сейчас очень активно используют страны Прибалтики, используют в Великобритании, в той же Америке. Ну, во-первых, это экономически более целесообразно, ну, и большинство, в принципе, жителей России, в том числе, владеет новыми технологиями, имеют доступ к современным компьютерам, и таким образом им было бы проще и, скажем так, интереснее участвовать в политической жизни страны, голосовать. Планируется, что частично на электронную систему голосования в России перейдут в 2026 году, и через 9 лет, таким образом, мы сможем голосовать за депутатов Государственной Думы. В среднем человек тратится, чтобы проголосовать, дойти на избирательный участок, поставить очередь более 60 минут. Так, меньше минуты, все, пожалуйста, ты проголосовал. Опять же, вот сейчас большой бум криптовалют, где, по сути, они не обеспечены ничем государством, но показывается, что если люди доверяют алгоритмам и системам, они доверяют больше, ну, то есть фактически программе, чем, например, непосредственным институтом. То же самое в электронном голосовании. Собравшиеся сегодня здесь политологи очень рады, что им удалось провести такой форум, поскольку впереди у них очень много работы, новый политический сезон, впереди выборы президента, и до марта 2018 года у них явно не будет больше возможности таким образом собраться и обсудить какие-то важные проблемы, которые сегодня характерны для политической жизни, для выборных процессов в нашей стране. Анастасия Галаева, Дмитрий Хромцов, Александр Козлов, 12 канал. Специально по приглашению 12 канала на форум политконсультантов приехал глава экспертного совета экспертного института социальных исследований и один из самых знаменитых в стране политологов Глеб Кузнецов. Почему губернаторов «новые волны» он сравнивает с Петром Столыпиным? Почему считает, что понятие «явка» нужно исключить из разговоров, касающихся избирательного процесса? И какие ценные советы он дал тем, у кого есть политические амбиции? Смотрите в программе «Акценты недели» с Анастасией Галаевой в субботу в 19.30. После короткой рекламы прогноз погоды, а все наши новости доступны в социальных сетях, Вконтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе, найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Пластиковые окна. Я заказал балкон в компании «Евроокно Стандарт». Сделали быстро, четко и недорого. Окна, балконы, лоджии 700-007. Проектирование и монтаж турецких бань и хамамов. Телефон 49-4007. За что мы любим низкоцен? Да вы только посмотрите на их цены. Вареники, братцы, вареники 900 грамм 68 рублей. Сервелат казачий 500 грамм 139 рублей. Сельдь Крит 150 грамм 53,50. Низкоцен в Горьковском наш любимый магазин. Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека, аптеках «Мелодия здоровья» и на сайте аптека.ру. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом «Либридерм». Адрес точно тот, а вход... Два ГИС покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Два ГИС, если быть точным, работает оффлайн. Это точно свадебный танец? По здоровью есть вопросы. 48, 38, 38. И о погоде завтра, 17 октября, по области и в Омске. Преименная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха в рынках в ночные часы 0, минус 1, днём до плюс 7. В Омске ночью 2,4 градуса со знаком плюс, днём воздух прогреется до плюс 9. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Далее на 12 канале смотрите программу «Благовест». До встречи.